Вечером в квартире одной из трех потерпевших 90-летней Антонины Ивановны раздался звонок. В трубке тревожный голос, похожий на голос дочери. Телефон зазвонил, и сразу же женские голосы, такой все, ну-ка, не разберешься, все, хоть бабушка, я попала в аварию. После короткой беседы псевдо-внучка передала трубку сначала лже-врачу, а потом якобы сотруднику неких силовых структур, которые еще больше ввели в заблуждение бабушку, убедив ее отдать деньги на спасение здоровья внучки и избавление от уголовной ответственности за ДТП с пострадавшими. Я говорю, и сколько это обойдется? Он говорит, 900 тысяч. Ну какие это, частями. Вот сколько можете, все. У меня как 200 тысяч было, ну на похороны, когда-то. За деньгами довольно быстро приехал помощник, он же курьер. Забрав 200 тысяч, мужчина поспешил удалиться. А чуть позже он попал в объектив камер наблюдения в одном из торговых центров. Злоумышленник совершал денежный перевод через банкомат на счет мошенников. В отдел МВД России по Марксскому району поступило три заявления от жительниц города Маркса и Марксского района о том, что в отношении них было совершено мошенничество по схеме. Ваш близкий родственник попал в ДТП. Будучи введенными в заблуждение, данные граждане передали прибывшему к ним курьеру денежные средства в общей сумме 800 тысяч рублей. По подозрению в совершении данных преступлений сотрудниками уголовного розыска был задержан уроженец Пензенской области. В настоящее время ему предъявлено обвинение по трем эпизодам статьи 159 УК РФ. Задержанный ранее судимый за кражу злоумышленник вину свою признал, заявив о том, что у него якобы не было выбора, поскольку у мошенников были его персональные данные. До первого заказа я не понимал, что это за деньги. После первого я уже понял. Ну и дальше продолжал, да? Почему? Что-то заставляло? Ну, жизнь так сложилась. Жизненная ситуация, я уже все. Тем более начал. А если бы я не продолжил, он бы меня не удалил. То есть они тебе угрожали, да? Ну, в принципе, да. А на звонки от мошенников с сообщением о попавших в ДТП родственниках нужно реагировать следующим образом. Уважаемые граждане, в случае поступления подобных звонков необходимо прервать разговор и незамедлительно связаться с своим родственником, который якобы попал в тяжелую жизненную ситуацию. Ни в коем случае не передавайте денежные средства незнакомым вам лицам. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.